Добрый день, коллеги! Небольшая заминка. Я думаю, что меня хорошо слышно и видно. И всё у нас сложится хорошо. Всё вижу, начинают гореть красные пламя. Меня зовут Ирина Юрочкина. И сегодня у нас будет вот такая необычная тема. И то, что Татьяна... Спасибо, Татьяна, за представление. То, что Татьяна сказала, курсивом мелко написанного и дополнительного заработка, это я подписала действительно в самом конце, потому что сегодня будем говорить и о технологии. Причём меня больше интересует именно технология онлайн-курса. Неважно, на какой платформе она создаётся, но я буду представлять именно платформу Google Classroom, потому что мы уже провели... Я веду эту программу уже больше года, и у нас есть очень хороший результат. И я хотела показать, как можно пользоваться своей собственной платформой, своей собственной площадкой, в том числе и для дополнительного заработка. Согласитесь, что преподаватель, я преподаватель, обладает огромным знанием. Это, ну, ходячая энциклопедия. И на самом деле это очень качественные знания. Я больше года работаю сейчас с разными спикерами, не только из преподавательской среды. И я понимаю, насколько ценные и качественные знания несёт в себе каждый преподаватель, потому что он учится каждый день. И мне очень хочется, чтобы именно такие люди, такого качества знания выносили в онлайн. И, к сожалению, вот есть какое-то препятствие. Выходят практически, ну, все, кому не лень, но почему-то те, кто как раз обладает этими навыками, этими знаниями, они почему-то не всегда пытаются и стараются это сделать. Поэтому вот такую тему я сегодня и затронула. Ну, это просто вдохновляющая картинка. Давайте мы сразу пойдём дальше. Если у вас появятся вопросы, я очень прошу вас во вкладочку «Вопросы», потому что времени у нас немного. Представить материал я всё-таки хочу полностью, поэтому я отвечу на них в конце, открыв эту вкладочку. Поэтому что-то, может быть, по ходу можно задавать будет, ну, какие-то короткие вопросы, но всё-таки лучше взять отдельным блоком. И вначале, конечно, мне очень хочется познакомиться. Я в том плане, чтобы мне понимать, с кем я имею сейчас дело, насколько важны вам те знания или та тема, которую я сейчас представляю, потому что я кратко описала, о чём бы я хотела сегодня сказать, помимо того, что я представлю свой курс, который начнётся 5 октября. Поэтому вот с какими ожиданиями вы пришли, кто вы можете мне кратко в чат написать, не обязательно отвечать полностью на все эти вопросы. Но поскольку речь идёт о том, что есть некое препятствие перевести знания в онлайн, есть некое препятствие быстро и легко это делать, есть некое препятствие в том, чтобы преодолеть какой-то, ну что ли, барьер, вот этот вот, когда нужно оффлайновые материалы знания транслировать в другом виде. Поэтому мне бы как раз хотелось узнать, а с какими запросами пришли вы, то есть какие бы проблемы или какие вопросы вы хотели сегодня решить, и на какие можно было бы ответить. Я вижу, да, спасибо большое. Педагог дополнительного образования супер, потому что действительно, например, есть площадки, которые для академического образования, есть площадки, которые должны быть в руках, потому что для педагога дополнительного образования не обязательно покупать дорогие площадки или площадки, которыми может обладать только само учебное заведение. Вот сегодня я хочу рассказать как раз об инструменте и технологии создания на нём различных продуктов, причём не только для обучения, но действительно и для просвещения, я не зря взяла эту тему, потому что можно делать не только обучающие курсы, но и различные мероприятия. Преподаватель, отсутствуют технические навыки, университет, историк Казахстан, у нас такая география, Санкт-Петербург, начальные классы, подготовка к школе, отлично. Интересен с позицией возможностей для ДПО в условиях небольшого НКОС. Да, вот ресурсные центры ко мне обращаются, потому что методолог, тренер, круто, здорово. Саморазвитие для повышения квалификации, юридические консультации, супер, да, юридические консультации, иностранный язык, в УЗИ, и я могу сказать, что не только в УЗИ это можно делать. Вот поэтому и взяла такую тему, и дополнительного заработка приписала в самый последний момент, потому что учитель Грузия, ой, у нас такая география, я просто прямо в восторге от того, что можно так широко транслировать свою тему. Хорошо, я думаю, что мы познакомились и пойдем дальше, и как раз, может быть, я предугадала, почему спросила, мне хотелось предугадать ваши желания. Разных, да, работают, отвлекаюсь немножко, работаю на разных онлайн-площадках, сравнить, да, сравнить, необходимо перенести курсы на эту площадку. Сегодня как раз буду показывать кейс, когда из платформы антитренинги, которая платная, можно перенести на бесплатную платформу, не теряя качество, даже наоборот, его наращивая и увеличивая. Поэтому сегодня и расскажу о полноценности работы, прямо полный цикл обучения, можно закрыть со всеми аттестациями, не прибегая никаким денежным затратам. Вот такой момент я сегодня тоже хочу озвучить. Значит, как преподаватель, я попробовала, не знаю, угадала или нет, вы можете мне написать, да, угадала или нет, не угадала, что-то нас больше другое тревожит, но я постаралась это сделать. То есть на основе обширных знаний создать свои интересные и яркие программы, как я уже сказала, что иногда мы не всегда... Огромное количество знаний, но то, что нам предлагается в узких рамках каких-то дисциплин, то есть оно не всегда укладывается, их можно интереснее делать и ярче, и для более широкой аудитории. Иметь независимый инструмент. Я испытала это на собственном опыте, когда я больше 20 лет проработала в ВУЗе, поэтому я работала с платформами Moodle, Teams, Hypermethod, iSpring, то есть я обладаю этими навыками, но всегда была одна и та же проблема, когда нужно подключиться, то нужно найти модератора, нужно идти в поддержку. Я не могу перевести студентов из одного ВУЗа на площадку другого ВУЗа, то есть у меня все время были какие-то вот такие препятствия, которые не давали мне, ну, отбирали силы, время, и, следовательно, я действительно искала что-то, чем я могу управлять сама и делать что-то сама. Поэтому это была моя идея-фикс, и, собственно говоря, это вылилось вот в совершенно какой-то невероятный путь развития потом, когда ты смог, в том числе, сейчас я уже год работаю сама, то есть я вышла на вольные хлеба, свободные художники, работаю по всему миру, то есть я обучаю сейчас, собственно говоря, мир, а не только студентов ВУЗа, вот благодаря тому, что получила свою независимую, не то чтобы платформу, а свою независимую технологию, площадку и так далее. Использовать современные технологии, которые гарантированно приводят к результату. Помимо того, что я преподаватель, я методист по образованию и методолог, я эксперт в области методологии, поэтому занимаюсь педагогическим дизайном и методологией создания курсов, ну, достаточно длительное время, в том числе я и аттестованный эксперт по качеству образования, 10 лет ездила по ВУЗам, вот с проверками, поэтому на самом деле я рассказывать буду о своем больше опыте, и то, что я увидела, то, что я услышала, то, что из этого можно сделать, из вашего опыта можно сделать, как извлечь что-то. Поэтому, если я угадала ваше желание, все верно, спасибо, все верно, значит, я не одна такая, я думаю, что я не одна такая, да, все верно, тогда, да, мы в правильном месте и в правильном времени, потому что сегодня как раз я и поделюсь вот этими секретами, я их назвала «Три секрета», как онлайн-обучение превратить в инструмент развития и самореализации, в том числе и дополнительного заработка, потому что на самом деле я встречаю такое отношение коллег, когда вот, ну, простите, нам просто плеш проели со всеми этими платформами и так далее, когда вот срочно нужно перейти в онлайн, и никто не спрашивает, хочешь ты, можешь ты или еще что-то, и это как наказание, это прямо как какой-то вот дамоклов меч, который над тобой зависит, и ты два дня должен вот это все освоить и сделать это на хорошем уровне. Но как раз вот я столкнулась с тем, что чтобы получить от этого не то чтобы даже удовольствие, а какой-то такой творческий кайф, когда у тебя в руках есть новые возможности, когда есть новые инструменты, когда ты можешь пересмотреть весь свой материал, когда ты можешь трансформировать его в какой-то другой вариант. Вот этот творческий импульс для меня, как для преподавателя, был очень важен, и я думаю, что эра онлайн-обучения, она только начинается, вернее, она началась давно, просто мы как-то думали, что все вот так обратно вернется, но это не вернется, поэтому мы должны принять это как должное. И я понимаю, что учебные заведения, они тоже попали в некую зависимость и тоже не могут сейчас, например, сразу раз и предоставить все инструменты, поэтому действительно приходится либо находиться в рамках узких инструментов выбора какого-то, узкого очень выбора инструментов, и сразу это делать, либо действительно наращивать свои собственные навыки и не зависеть уже ни от кого и ни от чего. Как с помощью одного бесплатного сервиса, я не буду скрывать, что это Google Classroom, и в данном случае я буду рассказывать именно о бесплатной версии, причем я сегодня, я специально приготовила кейсы тех участниц, которые проходили за весь год у меня обучение, то есть каким результатом они пришли. Но, честно говоря, когда я вот созванивалась, я готовилась к вебинару, неделю всю созванивалась со своими участницами, переписывалась с ними, и я была в таком, в некотором шоке, потому что когда люди перевели все и ведут уже сейчас больше 40 своих курсов, например, я просто вот, но я была в восторге, я просто преклоняюсь перед такими результатами, которые мы получили. Как технологию использовать для быстрого перевода в онлайн, тоже об этом расскажу, потому что когда имеете готовый конструкт, когда не нужно каждый раз придумывать курс, когда не нужно каждый раз изобретать велосипед, когда вот есть что-то, как форма, которую можно наполнить и сразу транслировать, и если я не забуду, то в конце вы мне можете напомнить, я расскажу историю, не буду сейчас рассказывать, а расскажу в конце историю, как за 52 минуты я создала онлайн-курс, как я их создаю сейчас, как горячие пирожки, то есть вот обладая просто технологией, можно это делать гораздо быстрее, не тратя, ну, столько сил и столько времени, хотя сам процесс – это очень трудоемкий. Ну и, конечно, чтобы не быть голословной, я хотела бы подарить вам в конце, конечно, нашего вебинара вход прямо, вот я дам ссылку в чате на курс, который был сделан действительно просто как инструкция, там нет какого-то курса, просто некоторые шаги – это пошаговая инструкция, как подготовить учебную игру по типу своей игры. Мы такую игру готовили со студентами в течение трех лет, и именно с таким курсом я выиграла конкурс Эверт, международный конкурс онлайн-курсов Эверт Кранч, вот не с этим курсом, но применяя технологию игры для академического курса. Поэтому это реальная возможность побывать на площадке и посмотреть, что она может делать. Там все, в принципе, очень просто, такой вот такая версия. Один момент, чтобы получить этот подарок, вообще, чтобы работать с Google Classroom, вот прямо слово «Google», да, нужно обладать аккаунтом Google, нужно иметь этот аккаунт, то есть почту Gmail, потому что Google предоставляет огромное количество бесплатных сервисов, в том числе для обучения, и это очень хорошие сервисы, вот юзабилити, то есть просто, понятно, все-таки это мировой лидер, и качество продуктов очень высокое, качество инфопродуктов очень высокое, да, но для этого нужно быть пользователем, чтобы всем этим пользоваться, нужно быть пользователем Google. Поэтому для… Ну, это единственное условие, потому что завести почту Gmail или аккаунт Google – это буквально 2-3 минуты, и, в общем-то, вы имеете доступ к большому количеству инструментов сразу. Вот так это выглядит внутри, ну, то есть есть шаги, по которым можно пройтись, это просто уже какая-то начинка. Ну, и почему я обо всем этом могу говорить, вообще, кто я такая, и откуда у меня такой навык. Я преподаватель, как я уже сказала, в ВУЗа, больше 20 лет, у меня в год бывает 300, до 500, до 600 учащихся, то есть через меня проходит огромное количество людей, кандидат педагогических наук, и когда я была презентация, меня спросили, почему я поставила такую, ну, мрачную картинку, чтобы себя представить. Вот как раз я и поставила, потому что это из моих личных архивов, это 11 кабинет в ВУЗе, в котором я преподавала много лет, и вот утром я видела часто такую картинку. То есть почему вообще возникает мысль расширить свои возможности и что-то сделать необычное, в том числе, для своей деятельности. Потому что видя каждое утро такую картинку, в 8 утра, я понимаю, что с этой аудиторией нужно работать, ей нужно что-то транслировать, её нужно поднимать, её нужно шевелить. И это бывает, ну, когда вы делаете это один раз, два раза, год, два, но когда 20 лет, это начинает быть очень проблематично, начинаешь задумываться. Или когда у вас в зал на 150 человек, и каждому нужно дать контрольную работу, и каждого нужно проверить. То есть и когда это идёт потоком, 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 а те, кто здесь присутствует, преподаватели, вы меня поймёте, откуда берётся вот эта такая нагрузка, то однажды я подумала, как это всё оптимизировать, что с этим делать. Потому что я действительно выгорела, то есть вот просто был такой момент, когда я понимаю, что, наверное, всё, я больше дальше не смогу. И я стала искать вот такой выход. Выход я нашла в том, что ещё тогда, когда не было никакой пандемии, где-то лет это 5, может быть, назад, может, 6 уже даже лет назад, и вот у меня было очень много командировок, поездок по разным вузам, и я посмотрела, кто и как выигрывает, то есть за счёт чего выигрывают, например, вузы, программы, даже не вузы, а именно учебные программы. И тогда уже поняла, что онлайн-обучение, оно за ним будущее, потому что весь мир на него переходит, то есть я сразу, ну, я вижу эту картину как бы с высоты птичьего полёта, у меня было с чем сравнить, и я пошла учиться. Я вот, не знаю, вот столько, сколько я инвестировала в то, чтобы получить вот эти навыки, то, чтобы вот сейчас выйти на какой-то уровень, это были хорошие очень инвестиции, и я долгое время училась. Поэтому, получив сертификаты по педагогическому образованию, там, по работе с различными площадками, платформами, я, конечно, стала сразу практиковать. На практику я вышла, я думала, что я преподаватель с 20-летним стажем, у меня столько знаний, столько корочек всяких у меня уже в повышении квалификации в том числе. И когда я стала преподавать, вот села я, я поняла, что при всём этом я оказалась вот в таком месте. Ну, то есть обладая всем этим, я поняла, что я не могу, я не справляюсь. То есть что-то неинтересно, что-то не так, что-то не идёт, где-то я не то нажимаю, где-то я не то говорю. Самое главное, что транслировать то, что я транслировала в аудитории, стоя у доски на камеру, это совсем другое, потому что я столкнулась с другими инструментами, я оказалась действительно в сумрачном лесу. То есть я поняла, что я уперлась в стенку. Вот при всём том, что я знаю, при всём том, что я умею, когда я перешла в онлайн-образование, я столкнулась вот именно с этим ощущением. Напишите мне, пожалуйста, у кого есть такое ощущение сейчас, например, когда вы уже... Мне просто интересна обратная связь, поэтому я буду очень благодарна, если эта история как-то откликается. Есть ли такое ощущение, что вроде ты всё знаешь, всё умеешь, но ты не можешь? Почему-то не получается. Не то, что не можешь, а не получается. И так, как ты хочешь, не получается. Я очень благодарна вам за обратную связь. Я вижу, вижу, да, такие же проблемы. Я прямо вот, прямо в таком лесу и оказалась. Спасибо. Что я сделала? Я стала искать. Причём искать очень конкретно. Я просто села и подумала, что мне надо. И сейчас я понимаю, что когда вы переходите в онлайн, вот уже работая как методолог, как технолог, я понимаю, что, во-первых, не на всех площадках можно работать с тем материалом, который у вас есть. И это очень сильно зависит. Вообще, выбор площадки, например, учебное заведение предлагает, были моменты, спасибо, предлагает, ну, какой-то один вариант. И я знаю, что один вариант по всей цели и задачи просто не подходит. Поэтому, ну, настолько разные функционал, который, вот, это действительно умение подобрать контент и функционал площадки и сделать из этого единый продукт. Это и называется педагогический дизайн, когда вы собираете это все вместе, когда это целая система, это системный подход должен быть. Это не просто записал видео, переложил, та-та-та-та-та-та-та, поговорил, на камеру так вот посидел, и все это должны слушать. Там полтора часа кто-то вот так вот должен сесть и слушать то, что я говорю. Не получается, они не слушают, они сидят в телефонах или они там нажимают кнопки, или он может отключиться. Поэтому я села и просто себе, ну, дала задачу, то есть, что я хочу. И я поняла, что я хочу, чтобы это было быстро, чтобы это было легко, чтобы я могла сама это управлять. И поскольку я работаю в академической, в академической среде, тогда работала. Сейчас уже понятно, что я бы, может быть, обратилась к другим вариантам, ну, пять лет назад, это было пять лет назад, я поняла, что мне нужен, ну, я не могу платно, я не могу платить за инструменты, потому что я обслуживаю большое количество людей, я работаю в учебном заведении, в государственном учебном заведении. То есть, я просто разорюсь, если я это буду делать. И мне нужен был бесплатный инструмент. И вот таким образом я нашла, когда я поняла, что мне нужно, я и нашла вот этот Google Classroom, причем случайно, но я не буду, это уже отдельная история, то есть, участвуя в международных конкурсах, я просто увидела, однажды кто-то представил на этой площадке, на платформе, и как раз вот это слово бесплатно было ключевое, то есть, я поинтересовалась тогда, поинтересовалась, и сразу же открыла, и на второй же день в аудиторию я пришла уже с переложенным классом, вот просто на скорую руку, я за один день тогда сделала прямо программу, и пришла уже в группу, в аудиторию с готовой площадкой, сама, то есть, без помощи, без чьей-либо помощи. И вот этот маленький котирок, как раз, вот здесь я как раз, вот его и сделала, такую картинку поставила, потому что это действительно было так, потому что вот этот маленький котирок вывел мою боржу на совершенно другой уровень. Поэтому вот об этом я и хочу рассказать. Да, открывшиеся возможности, то есть, какие возможности мне дал класс, вам не буду дальше рассказывать всю эту историю, потому что были иногда и такие моменты, когда, ну, на самом деле, не очень, наверное, правильно, да, но были и такие моменты, когда, например, я спрашивала на кафедре, давайте я проведу, вот я уже умею, да, мне говорят, нет, нам эта тема не интересна, вообще, онлайн-обучение, это все, ну, все это неправда и все это не нужно. То есть, на самом деле, я встречала много препятствий и со стороны, в том числе, ну, работодателя, то есть, я, собственно, несмотря и вопреки это делала, потому что это очень было удобно и очень нравилось студентам. Не важно, сколько аудитория, 20 человек или 120 человек. Вот, когда я перевела все свои курсы в смешанный формат, когда я стала выкладывать часть задач, часть заданий прямо в онлайн-формате и когда студенты, работающие, например, могли учиться так, как они хотят и я видела, что они это делают, потому что мы с ними общаемся не только в аудитории, я поняла, что это действительно очень удобно и действительно им это очень нравилось. Поэтому ни разу я не слышала, чтобы кто-то сказал, что это плохо и очень много я услышала как раз благодарности со стороны студентов. Вот это меня как раз вдохновило и я стала делать дальше. Что сделано было? Во-первых, я, да, перевела все свои курсы в этот формат. Вот я просто транслирую сейчас тоже из своих архивов это все. Более 40 курсов, которые вот я просто ввела. Это не значит, что в чистом онлайне, это в основном смешанный формат, потому что тогда я очень много преподавала очно. Кто спрашивал про ДПО? Вот это, с моей точки зрения, как раз очень хороший инструмент для дополнительного образования, потому что я работала по региону с дополнительными, с программами дополнительного образования и не только в том городе, в каком я живу, а, ну, регион. Поэтому иногда на программу приходят там 3-4 человека, потому что они очень разные, эти программы. И такую мощную платформу подключать там, как, например, Moodle или Teams, или даже не всегда иногда возможно, это отдельные департаменты и не всегда возможно перейти из одного департамента в другой. Вот с регионами я работала тоже с этой площадкой. И со мной с удовольствием заключали контракты ВОЗы, ресурсные центры, центры повышения квалификации, потому что я приходила с готовым инструментом, с готовым курсом. И мне нужно было думать о том, где и как они это подключат, потому что, если нужно, я всю отчетность могу предоставить по курсу, потому что статистика, она вся сохраняется. Поэтому вот с программами ДПО тоже работала. В конечном итоге я вышла уже на МОК, массовые онлайн-курсы, и стала работать действительно по всему миру. Здесь уже видно, что вот Саша Диггл, она училась по программе из США. То есть на самом деле это действительно большой опыт. Люди за границей учатся очень активно, потому что у них другая мотивация. Но и согласитесь, что платежеспособная аудитория, она находится именно там, потому что есть стимулы, есть мотивы для того, чтобы обучаться. И программы, программы, российские программы, такие фундаментальные, системные, очень отличаются от узкопрофильных программ за границей, и люди с удовольствием учатся по этим программам. Поэтому это одна из возможностей транслировать свои знания. И я стала сотрудничать с различными площадками. Вот здесь я прямо, видите, у меня пошли какие-то суммы, это уже вне моей какой-то работы. Пусть помаленечку, пусть потихонечку, то есть не все начинается сразу, но инструмент дал мне возможность сотрудничать сразу во всех сферах. И сейчас я веду консультации с экспертами вообще по всему миру, поэтому вот мы просто подключаемся и ведем. И я знаю, у меня никогда нет даже проблемы, где я это буду все размещать, потому что просто сразу открыв одну дверь начинает открываться другая дверь. С этими же курсами я участвовала в конкурсе и стала победителем такого конкурса. То есть опять же благодаря вот этой площадке. Но и несмотря на то, что я пользуюсь и другими инструментами сейчас, мне всякого сомнения, это не значит, что я вот прямо хочу продать эту площадку или еще что-то. Нет, это просто история. Архивы, все материалы, переведенные в онлайн, у меня громадный архив, у меня уже три аккаунта и вот архив такой, что в принципе это все упорядочено, вы можете это все сразу быстро откуда-то брать. Поэтому здесь ну вот таким образом. Каждый день по две-три пары сбоев не было, время. Я читаю потихоньку еще чат, но отвечать пока не буду, потому что просто собьюсь с мыслью. Дальше. Что, собственно, для чего я все вот это думаю и делаю и почему я вдруг решила поделиться со всем с этим миром, миром, со всеми своими знаниями, с миром поделиться. Ну, потому что я поняла, что возможностей действительно гораздо больше, и когда ты начинаешь это делать, то нужно выходить, нужно говорить об этом, потому что когда вот как раз я вышла в мир, я увидела, насколько низкого качества продукты иногда появляются, и мне было, честно говоря, немножко обидно, что вот тот контингент, который обладает этими качественными знаниями, почему-то не выходит в онлайн, а выходят все те, кто даже не может. И вот я себе поставила такую задачу распространять эти знания вот всему миру, потому что я за качество обучения, я династический преподаватель, и мне не хочется, чтобы как-то ущемляли, вот как-то ну, эти, вот, я бы не хотела, чтобы это обесценивалось, да, что знания не должны обесцениваться, и особенно хорошие знания. И преподаватель должен иметь достойный заработок и интересную свою какую-то деятельность, программу, чтобы у него оставалось время и на творчество тоже, потому что это, как правило, очень знающие, умные, творческие люди. Ну, и пройдусь немножко по сейчас, по самим секретам. Собственно, я их уже все сразу рассказала, вот, но я просто остановлюсь совсем чуть-чуть, потому что мне бы хотелось по технологии поговорить. Итак, с Google Classroom, да, вот кто-то пишет, я очень рада, как онлайн-научение превратить в инструмент развития. Ну, во-первых, не отрицать, потому что я встречаюсь иногда с полным отрицанием вообще не просто даже инструмента онлайн-научения как такового. Да, я знаю, что есть не очень хорошего качества продукта и вообще довольно низкого качества, вообще массово так вот сейчас прямо вот вух, вылилось это все. И пока на уровне незнания, неумения, это действительно выглядит на самом деле не очень вкусно, не очень хорошо. Либо простые видео, либо нарезка, либо говорящая голова, но то есть на самом деле это выглядит не очень хорошо. Но это не значит, что это нужно отрицать, просто нужно этому научиться. Это как хорошее блюдо, которое нужно научиться готовить. Осваивать. Для того, чтобы это готовить, нужно это осваивать, учиться. Нужно действовать и пробовать и преодолевать какой-то свой страх. Я помню, как было страшно в эти первый раз. Я даже знаю, что сейчас перед вебинаром, каждый раз, входя в аудиторию, например, в студенческую, я делаю это больше 20 лет, но я все равно волнуюсь. И каждый раз, проводя вебинар, я все равно волнуюсь, я все равно к нему готовлюсь. Но я понимаю, что если не пробовать, ничего не сделать просто. Поэтому нужно вот его закрыть глаза и делать. А когда делаешь, ты получаешь обратную связь. От вас я ее тоже сейчас получаю, поэтому очень благодарю Салию за то, что вот она поставила сейчас такой классный значок, потому что для меня это радость. Ну и, конечно, искать, искать эти возможности. Я сталкиваюсь с тем, что посмотрите, вот ваши ли это проблемы. Я делала опросники, потому что я работаю с преподавателями уже второй год. Просто я прямо обучаю технологии, я прямо веду поддержку, держу поддержку индивидуальной консультации и так далее. Поэтому провела опросники, у меня есть эта статистика, и вот среди этого есть не знаю, не делала, значит, надо просто попробовать и сделать. Очень часто встречаюсь именно с психологической проблемой, когда человек просто боится, он думает, что он абориген, или это такой, знаете, самозванец, когда синдром самозванца работает, а только знающий человек может понимать, что он что-то не может сделать на сто процентов, поэтому он, наверное, не выйдет. Такой максимализм это свойственно преподавателю. Где найти поддержку сложно, потому что на самом деле методом тыка приходится делать многие вещи, а поддержка нужна, она дает скорость. И какую платформу выбрать, и надо ли вообще такую платформу выбирать, вот это тоже один из вариантов, как раз, когда, ну, ты бы вроде и сделал, но не знаешь, где. Я хочу поделиться в этом плане кейсами моих участников, которые прошли за год обучения. Наталья только-только начала, она совсем недавно, два дня только практикума она прошла, она уже создала на Google Class свою историю, и вот они уже занимались с Савелем. Я всегда очень радуюсь, когда вдруг человек, который что-то не мог сделать, он раз и сделал, и раз, у него вот эти ученики уже есть, и они уже пошли, и у Наташи очень непростая тоже история, ей пришлось оставить государственное заведение с дополнительным образованием, насколько я помню, и перейти в совсем другую деятельность, стать репетитором, с чего-то надо было начинать. И вот раз, и человек пошел. я попросила указать Наташу, вот какие она плюсы и минусы видит, и могу предоставить вам, я не буду все это зачитывать, вы можете в презентации со всеми этими кейсами познакомиться подробно, просто это обратная связь от людей, которые этим всем пользуются уже, и смотрите, какой глубокий анализ она провела, я знаю, что с детской аудиторией работает, и ей не хватило какого-то дизайна, но плюсы все равно перевешивают минусы, потому что пока я буду искать дизайн, у меня уходит время, пока я буду искать тот идеальный вариант, который закроет все мои запросы, у меня просто улетучивается эта возможность, поэтому вот такой вариант я предлагаю вам потом посмотреть, как с помощью бесплатного сервиса можно эффективно обучать. Речь идет не только о Google Classroom, как я уже сказала, всемогущий Google, Google в Африке Google, почему можно вести занятия по миру, потому что если вы зайдете на Udemy, на площадку Udemy, и наберете, например, обучение Google Classroom, и вам выйдет больше сотни различных вариантов на всех языках мира, поэтому просто вы попадаете прямо в какое-то сообщество, мировое сообщество, потому что люди по всему миру пользуются одним и тем же инструментом на разных языках. Почему? Потому что все Google Classroom это приложение, всего лишь приложение, это не отдельно взятая платформа, которую надо покупать, а это приложение среди многих других уникальных приложений для обучения, которое Google предоставляет. Google формы, Google доска, Google Meet, тот же, да, Google презентация, Google документ. Специфика этих инструментов заключается в том, что вы можете работать интерактивно, это облачная система, то есть и ученики, и я могут находиться в одном файле, неважно презентация, там, форма или еще что-то, то есть одновременно присутствовать, одновременно работать с любым из этих. Так вот, Google Classroom являясь приложением интегрированным со всеми этими инструментами, следовательно, когда нужно сделать вот такой действительно большой набор, то есть мне нужны чек-листы и уроки, и рабочие тетради, и задания, господи, чего только не нужно делать, и я все это могу сделать с помощью бесплатных, очень качественных инструментов, которые уже интегрированы, то есть мне не нужно изобретать велосипед. Я знаю, ну, уникальные, хорошие инструменты отдельно для тестирования, например, очень красиво, очень классно все, но когда вы работаете 300 плюс в год, я имею в виду учеников, да, я бы, может, и позанималась ради собственного интереса, там, ну, какими-то досками, на которых можно делать, ну, совершенно что-то крутое, может быть, какими-то даже, там, анимациями или еще что-то, но у меня поток, который нужно обслуживать, просто какие-то документы, которыми я пользуюсь каждый день, и чтобы эти документы перевести в онлайн-формат, мне достаточно просто пользоваться вот этими, ну, этими же форматами, которые переводят просто в онлайн, то есть они уже приспособлены для интерактивности и для онлайн-трансляции, следовательно, тот же PowerPoint я могу перевести в Google Slides, и даже, например, мы используем Google Sites, то есть я работаю и с сайтами, даже со студентами, потому что мы делаем даже сайты, потому что это бесплатные инструменты и они работают. Да, они упрощены, да, они сделаны, ну, так скажем, универсальными, и есть очень крутые отдельно взятые инструменты для того же тестирования, для того же рисования и так далее, но здесь каждый выбирает свое, мне нужно, чтобы это было в одном месте и чтобы это интегрировалось, потому что не всегда тот же красивый тест я могу воткнуть в какую-то площадку или в какую-то платформу или в какую-то программу другую, то есть она просто может мне сработать. Поэтому здесь я пошла просто по пути наименьшего сопротивления и взяла просто одни и те же инструменты. Я представляю снова кейс ученицы, причем тренер по осознанному выбору профессии, то есть человек, который занимается не только обучением, но и тренерской работой, специалистом с подростками по профориентации ведет крутейшие программы, тоже уже сейчас по всему миру и создала в этом году онлайн-школу свою, вот, тоже потом можете посмотреть, и как-то обратилась ко мне и спросила, Ирина, можно вот целую, вот, ну, можно, вот я такую программу, может ли такая программа быть переведена? Я говорю, давай попробуем, Марина, вот, можно же попробовать в конце концов. И что у нее получилось? У нее получилось, то есть вся онлайн-школа по профориентации, которая сейчас транслируется на весь мир, она у нее находится именно в этом сервисе, потому что много, много индивидуальной работы, и платные инструменты, во-первых, дорого, а во-вторых, ну, они не все приспособлены для того, чтобы заниматься малой группой или индивидуально, поэтому коучи, коучинг, малые группы, тренер, ресурсный, домашнее обучение, вот этот сервис создан для учителя, он прямо создан для учителя, у него есть две версии, платная для образовательного учреждения, и бесплатно для учителя, там все приспособлено, то есть все инструменты, которые нужны учителю, вплоть до аттестации и журнала оценок, там все это приспособлено, поэтому другое дело, что мы уже берем этот крутейший инструмент и начинаем его приспосабливать для своих целей, для своих идей, угольной выдумки, что называется, хитра, поэтому, да, вот просто берем и делаем целые кейсы. Какую технологию использовать для быстрого перевода своих знаний? Ну, в данном случае я просто вот взяла Мослитературу, какую технологию использовать? Взяла скриншот из своей, ну, из своего тоже архива, ко мне обратилась, моя дочь учится в музыкальной школе, и ко мне обратилась в предпоследовательство, она говорит, вот Мослитературу мы можем перенести или нет? И я приехала, она позвонила мне, я приехала к ней, и мы в кабинете, в ее кабинете просто сели и за 3 часа перевели все вот в этот формат, чтобы детишкам можно было заниматься. Посмотрите, 62 учащихся мы сразу перевели, то есть нам достаточно было просто, ну, поработать немножко. Почему? Потому что мы работаем по определенной технологии, то есть мы не изобретаем каждый раз велосипед, а просто я уже пришла с готовой технологией, попросила, ну, сказала, давайте сделаем вот так. Еще один уникальный совершенно кейс с Ульяной Никоновой, которая работает репетитором, и вот здесь я даже не буду за нее ничего говорить, потому что она прямо готовила сама этот кейс, и я когда прочитала, я, честно говоря, чуть не прослезилась, потому что я так рада такому успеху, потому что, ну, ну, это круто, на самом деле это круто, когда человек, занимаясь репетиторством, вел все это на платной платформе антитренинги, это платная площадка, и вот она пишет, что она за год перевела все курсы вот сюда, и что у нее получилось? Она пишет, что у нее получилось 43 курса, которые она перевела, она пишет, что у нее очень много индивидуального обучения, следовательно, вот, видите, все переведено уже в такой формат, что в разлом темпе все занимаются, и поэтому действительно нужно для каждого делать класс. Класс, вот такой класс в Google Class Room, то есть один раз вы сделали какую-то программу. Для того, чтобы его копировать, достаточно одну кнопку нажать, просто копировать. Вся переписка из класса индивидуально убирается, но вся программа остается. Поэтому один раз по технологии сформировал программу человек, и потом, когда я веду одну и ту же программу, на 5, на 6 учеников, например, я просто копирую их, потому что даже сообщения я могу давать сразу всем, несмотря на то, что классы локальные, то есть как кабинеты отдельно. Поэтому вот она нашла действительно удобный вариант. Я говорю, что домашнее обучение, репетиторство, это прямо площадка вот создана для этого. Она просто идеально к этому подходит. Поэтому с чем еще преподавательными заниматься, когда обладаешь такими знаниями, когда вы как ходячая энциклопедия, причем еще раз повторяю, что эти знания очень качественные, я вас уверяю. Сейчас настолько много я смотрю разного материала, я прямо уверяю, что вот ваши знания это просто золото, потому что человек, который прямо специально этим занимается. Ну и здесь дальше я не буду тоже просматривать. Все, что она мне написала, я вам выложила, вы можете потом посмотреть ее кейс, он очень вдохновляет. Поэтому все различные вот все различные свои курсы она переложила сюда. Ключи к авторской методике. Я не буду скрывать этих ключей, потому что ну, потому что собственно я для этого и выхожу, чтобы транслировать, другое дело этим всем нужно пользоваться. Ключи очень простые, то есть я выделила определенные моменты, обучаясь педагогическому дизайну много лет, я выделила определенные моменты, которые обязательно должны присутствовать. Поэтому прежде всего это трансформация, то есть когда вы делаете курс, переводя его из оффлайна в онлайн, в основном в преподавательской практике это будет именно так, то нужно переосмыслить. То есть трансформация это полная перезагрузка формы, потому что одно дело, когда стоишь у доски перед тобой живые глаза, совсем другое дело, когда я вас сейчас, например, не вижу, а вижу себя и рассказываю собственно себе, потому что на экране я вижу себя. иногда делаю сюда где окошечко вот сюда красную приделываю красную какую-нибудь бумажку, чтобы смотреть хотя бы не на себя, а именно в ваши глаза, не в свои глаза, а в ваши глаза. Вот сейчас я смотрю в ваши глаза. Поэтому приходится действительно много переосмыслять. Тот же самый материал его просто приходится трансформировать. Я об этом сейчас немножко позже расскажу. навигация. Навигация это понятие навигации, это сопровождение. То есть нужно когда вы находитесь в аудитории, то во-первых видно обратную связь, видно понимаете, не понимаете, я могу руками что-то показывать, что там тишина например или что-то. Вот в онлайн формате этого не сделать. Поэтому навигация, вот есть такой прямо термин навигация, когда вы ведете ученика по пути, чтобы держать внимание, скоро будут курсы как раз по вниманию, концентрации, фокусировка, все это нужно продумывать как путь. Поэтому существует там действительно такой целый раздел, который не существует в оффлайн обучении, это понятие навигации, то есть как вести ученика из точки А в точку Б. Естественно методология, потому что нужно четкое понимание структуры и структура и размещение оно другое, нужно на части раздробить это все, то есть сделать декомпозицию, декомпозицию цели, а это тоже навык, это тоже умение, но преподаватели с этим легко справляются, потому что в принципе к этому привыкли. Путь ученика, вообще понятие пути ученика, потому что нужно прийти к результату и в данном случае нельзя, никак, ну, воздействие личностью, оно ограничено уже, все равно это только лишь экран и только лишь какое-то время эфирное, когда вы можете только, ну, присутствовать только в таком виде. Следовательно, путь ученика, это чисто методологический тоже термин, он продумывается, чтобы получить результат, его нужно запрограммировать, чтобы его запрограммировать, его нужно рассчитать и вложить в ту форму, которую предлагает, или в тот функционал, который предлагается инструментами. Поэтому вот это понимание должно быть, прежде чем переходить в онлайн, это понимание должно быть, и я, когда вот в этом сумрачном лесу оказалась, мне пришлось очень много об этом думать. И, конечно, обучающая среда, потому что любой класс, который я создаю, я продумываю не с точки зрения размещения материалов, с точки зрения того, что там будет транслировано, как себя там будет чувствовать ученик, что мы с ним будем делать, будет ли он писать мне комментарии, будет ли он мне отвечать, буду ли я проверять, будет ли он себя комфортно там чувствовать, нужно ли ему туда дополнительные материалы, нужны ли ему какие-то инструкции, будет ли это какая-то виде инструкция, или это будет отдельная папка. То есть я начинаю продумывать, как он будет себя чувствовать там, в этом классе. Вот это как прямо вот дверку закрыли, и в класс вы вошли. Поэтому, как вы создаете эту микросреду в каждой аудитории, точно так же здесь тоже ее нужно создавать, потому что она сама по себе не состоится. То, что я продемонстрирую только один из, ну, один из, одно из правил, или, не то чтобы правило, одно из пунктов методики, потому что всю методику я, конечно, рассказывать не буду. Можно прийти на курс, и все, ее пройти вместе со мной. Трансформацию я попробовала переложить прямо в таком виде. Я делала это для себя, изначально для себя. Что это значит? Это значит, что мы привыкли вот к такому. у меня есть лекция-практика, зачет экзамены, я могу взаимодействовать только вот здесь, то есть, где практика, зачет и экзамен. И у меня получается вот такая конструкция, куда я укладываю, то есть, я не говорю, что вот сегодня будем тренинг делать, завтра вот то-то будем делать, еще что-то, я знаю, что у меня есть лекция и практика. Это вся форма, в которую я укладываю. Да? Когда мы переходим на платформу, в Google классе это выглядит уже вот так. И видите, форма, например, вот эта, она отличается от той, которую я имею в классе. Следовательно, точно так же я ни себя вести не могу и транслировать материал точно так же я не могу, потому что формы даже разные получаются. Здесь я на каждом этапе взаимодействую. У меня есть предложена лента задания пользователя оценки. И если здесь я взаимодействую только на практике, зачете экзамена, то здесь я везде взаимодействую. И когда я готовлю навигацию, я должна это продумывать. Я вход и выход должна продумывать, потому что на выходе должен быть результат. Вот эта трансформация и должна происходить. Собственно, это и рождает методологию уже как раз курса. И когда вы это знаете или понимаете, вы можете работать с любой другой площадкой, с любым другим онлайн-инструментом. Поэтому происходит трансформация контента. Приходится брать совсем другие инструменты и укладывать именно в эти инструменты, чтобы можно было слышать, чтобы можно было видеть, чтобы можно было читать читать или играть. И, конечно, организация обучения, она тоже требует переосмысления. Поэтому вот, когда готовится онлайн-курс, все эти вопросы вначале поднимаются, решаются, и только потом начинает складываться структура. Структуру я предлагаю уже сразу свою, потому что с Google-классом я работаю очень давно, поэтому и структуру я предлагаю свою. Вот это как раз и будет транслироваться на курсе, который пройдет 5 октября. Я, можно сказать, перехожу сразу. Ну, это в онлайн-бизнесе называется продажи. Поэтому сразу перехожу именно к этому. В курсе, чем будем заниматься. Здесь будет 8 вебинаров. На каждом вебинаре предусмотрен практику. Это значит, что все вот эти вопросы, методология, это не значит, что мы отдельно методологии будем еще что-то делать. Нет, это будет подготовка вашего курса. Конкретно, совершенно вашего курса, но по той технологии, которую я предлагаю. То есть во все это уже будет зашита и методология, и навигация, и трансформация. То есть, помимо подготовки курса, мы это будем обговаривать, потому что вначале нужно это пройти один раз, чтобы потом за 52 минуты можно было сделать весь курс. Поэтому на каждом этапе мы уже будем практиковаться. Поэтому вначале здесь посмотрим возможности Google Класса для ваших целей и идей, потому что это очень важно. Вначале нужно понимать, подходит ли площадка под вашу задачу. Один из моментов, и здесь я сразу транслирую, что вот так это выглядит. То есть у нас курс уже готов. Я не говорю о курсе, которого еще нет, он есть, и он уже действует. Дальше мы создаем курс, ваш курс создается прямо в Google Классе. С первого же момента мы его создаем, а потом начинаем наполнять, причем наполнять последовательно. То есть прямо где это должно быть сделано, как это должно быть сделано. Дальше мы начинаем управлять контентом, то есть мы выстраиваем программу, поэтому здесь есть программа, которую нужно будет построить. Дальше у нас идет наполнение контентом вот с помощью сервисов, то есть как раз как подтянуть все сервисы в Google, бесплатные сервисы, как переложить, как сделать из них рабочие тетради, как пользоваться Google Деской, которую, кстати, тоже можно интерактивно использовать. Меня спрашивают, например, а как вот писать можно, или еще что-то. Можно, это можно сделать. Как сделать конференцию. Да, в Google Классе можно прямо из Google Класса выйти в Google Meet, то есть одним кликом, потому что там это все тоже предусмотрено. Дальше наполнение контента, обучение в Google Классе, взаимодействие имеется в виду, есть преподаватели, есть учащиеся, у кого какие роли и как выглядят аккаунты эти. Оценки – это отдельная история, потому что, когда я еще начинала работать с Google Классом, еще не было этой функции, и по просьбе первого сообщества учителей разработчики все-таки сделали эту функцию, когда автоматически формируется журнал из ваших оценок, которые вы ставите. Вы сами его не ведете. Поэтому это тоже, ну, супер предложение, которое было вот сделано. Затем идет профиль ученика. Мы посмотрим, что у ученика есть своя роль, как он видит это и как он выглядит. Для того, чтобы строить путь ученика, нужно хорошо понимать, как он проходит это все. Вообще, конечно, методология, например, та, которую я обычно транслирую, я начинаю, я прямо начинаю с того, что я себя ставлю на место ученика и понимаю, ну, будет ему интересно или не будет ему интересно. То есть вообще меняюсь ролями в этом плане. Поэтому, когда создаю другие курсы, а я много сейчас работаю и по заказу уже курсов, да, я сразу же предупреждаю заказчиков, что вам придется отвечать на некоторые мои вопросы, потому что я буду задавать их от имени ученика. И методический аудит, в конце обязательно мы делаем разбор этих курсов, ну, прямо с точки зрения методологии. Поэтому будет в данном случае и методологическая поддержка. В результате за 45 дней, 45 дней, это будет с 5 октября по 11 ноября, 45 дней нам на то, чтобы получить в руки работающую технологию. Она работает, вы видели, кейс отлично работает. Вообще я просто очень благодарна своим ученикам сейчас за вот эту обратную связь. Мне просто окрылили работающие технологии создания онлайн-курса. Практику подготовки, потому что практику подготовки и запуска. Некоторые курсы, вот у нас была ученица в прошлый раз, что она курс запустила прямо пока мы готовили. То есть мы его и готовим, и запускаем сразу же, прямо частями просто. Навык работы с полноценной обучающей платформой. То есть она ваша на всю жизнь оставшуюся, вы с ней можете работать. Какие бы вы перспективы не строили, вы можете с ней потом работать. Качественную обратную связь и поддержку, потому что я человек и работаю с человеком. И я преподаватель до мозга, до кончиков, я не знаю, до кончиков в ногтей, до мозга чего-то. Поэтому я хорошо понимаю, что без обратной связи обучаться очень трудно. Но это будет ваш выбор. Возможность открыть свою независимую практику это как раз к вопросу о дополнительном заработке, когда можно продумать еще и другие пути для своей самореализации. Что, собственно, тоже немаловажно. Ну и если даже что-то не случится там со своей практикой, просто легко и быстро научиться готовиться к занятиям, когда не нужно занимать на это очень много времени. Актуализировать свои курсы так, чтобы они были интересны вашим ученикам, потому что это я прошла на себе и понимаю, например, я просто говорю, поднимите руку, кто не хочет так заниматься. Ни разу не видела, чтобы поднялась хотя бы одна рука. Почувствуйте себя уверенно, потому что будете готовы вот к этим переменам, к ним нужно быть готовым. Потому что когда грянула пандемия, мы единственные со своими студентами из нашего сообщества, внутри вузовского сообщества, были абсолютно спокойны, потому что мы ничего не поменяли, мы уже вели это много лет. Поэтому были готовы. Ну и, конечно, все равно в курсе будут присутствовать бонусы без них никак, то есть это бесплатно, то, что я даю, то, что уже наработано, то, что я даю, и в курсе только это может быть присутствовать, потому что вне курса это продается уже вот за такие деньги. Прежде всего, я работаю как методолог и как эксперт с онлайн-предпринимателями, чтобы пройти консультацию по чек-листу, вот когда мы просто просматриваем идеи курса, это уже, ну, стоит вот такую цену. Да, или практикумы, которые я делаю, специально записываю для своих слушателей. Например, в прошлом году меня попросили записать практику по Google-форме, и раз от слушателей курса идет такой заказ, я прямо записываю, размещаю это для всех остальных. То есть прямо по вашему индивидуальному запросу я могу сделать какую-то запись, то есть прямо для вас разработать какую-то инструкцию. Поэтому это я тоже делаю в классе бесплатно. И, конечно, большое количество различных чек-листов, видео, книги и так далее. Вот здесь я тоже это размещаю. Поэтому там есть библиотека бонусов в самом курсе присутствует. Но все это вы получите, записавшись на курс. Ну и вот просто демонстрирую некоторые, для того, чтобы поддержать мотивацию, демонстрирую некоторые отзывы. Вот как раз отзыв, что это одно из немногих обучений, которые используются на 200%. В прошлом году все перевела в Google-класс и до сих пор работаю. Здесь есть отзывы о том, что несмотря на то, что приходили на Google-класс, мы получили и работу технологическую, потому что это тоже большой вариант. И я в этот раз действительно сделала так, чтобы не замыкаться. Курс переработан. Понятно, что мы все равно учимся на своем собственном пути, поэтому курс переработан. И я туда включила больше технологических, методологических каких-то блоков, когда это можно применять не только для Google-класса, потому что не все работают с ним. И я думаю, что такое количество сейчас будет развиваться различных инструментов, что просто нужно иметь навык работать с ними. Не обязательно работать только с этим. Еще один кейс, вот сразу могу представить, когда речь идет уже не столько об обучении, сколько о просвещении, творческая лаборатория, письма. Вообще какие-то мероприятия, которые можно проводить. Я знаю, что Ольга проводила как педагог-психолог, она проводит много разных мероприятий. Выставки, экскурсии, какие-то соревнования, творческие соревнования и так далее. Она перевела их вот в эту форму, потому что когда-то это можно вести оффлайн, а когда-то просто это невозможно вести оффлайн, потому что так вы можете пригласить не только тех, кто живет в вашем сообществе, живет на вашей территории, а и тех, кто находится далеко. Поэтому вот такие интересные проекты можно здесь сделать. Пакеты участия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке уже на сам лендинг. Я думаю, что вот Татьяна, она вам транслировала это. Ссылку посмотрит в записи. На лендинге это можно посмотреть. Я сейчас просто хочу немножко рассказать, что пакеты участия мы тоже переделали. Первый пакет – это слушатель, просто слушатель. Здесь нет обратной связи. И я, конечно, постаралась работать именно со вторым пакетом, потому что мне интересно работать именно с обратной связью, где мы делаем мастер-группы. Мастер-группы – это прямо беру на себя, это прямо вот, ну, не со стороны моего партнера Директ Академия, я прямо беру на себя все расходы и все обязательства, потому что очень важно поддержать, когда нужно сделать что-то. Когда что-то не получается, мы выходим в Zoom, расшариваем оба экрана, ваш и мой, и прямо делаем под мою диктовку или прямо иногда я просто захожу в ваш курс и начинаю делать что-то. Поэтому мы собираемся небольшими группами и проходим прямо вот, ну, практическое обучение, как в студии. Поэтому в этот раз я включила в этот пакет прямо на свой страх и риск именно такую форму, потому что я понимаю, как трудно получить результат, когда нет поддержки. Поэтому это, ну, мой любимый пакет. И пакет, он оставлен для тех, кто действительно хочет, например, дальше работать с бизнес-идеями, чтобы дальше, например, продвигать себя и работать уже как, ну, независимый предприниматель, преподаватель, предприниматель. Поэтому предусмотренный такой пакет, когда на индивидуальных консультациях я уже рассказываю именно, как монетизировать все эти идеи. Можно ли прожить без этого курса, когда меня спрашивают, да, конечно, можно. Вот вообще надо идти или не надо идти? Вообще это решает только сам человек. Я вообще понимаю, что решение принимает только сам человек. Проживёте? Да, конечно, проживёте. Проживёте без этого курса даже отлично. Но что, как это, но что будет дальше? Как-то нужно научиться делать шаги, то есть принимать решения, делать шаги. И я понимаю, что если бы в своё время я не сделала этот шаг, просто вот такой шаг, как бы, ну, вот когда вы заходите в зал, а у вас 300 человек. И я когда смотрю на это море людей, я думаю, что с этим что-то нужно сделать. И пока не сделаешь этот шаг, он вот так и останется этим морем, в котором можно утонуть. Поэтому нужно ли вам или не нужно, принимайте решение сами. Я думаю, что это предложение в этом году будет последнее, потому что дальше у меня тоже есть уже свои планы какие-то. Во-первых, мы выросли просто очень сильно, поэтому есть уже какие-то свои проекты и свои планы. И в этот раз я уже даже предупредила, что, скорее всего, я курс буду делать такой последний раз. Спасибо большое. Да, ВУЗы берут в основу только Moodle. Вот сейчас я просто уже обращаю внимание на чат, потому что время пришло для вопросов, и моё время вот меня поджимает. Меня часто спрашивают, да, какую платформу выбрать, как я отношусь к тому или к другому. Я могу сказать ещё раз, повторяю, сегодня это уже говорила, прямо как эксперт, что площадку подбирает по цели и задачи. ВУЗ может быть и не может выбрать другую площадку, потому что у него тысяча программ. И, например, в школу, у которой, например, ну, локальная какая-то школа. На Западе, кстати, очень много выбирают именно Google как платную версию, потому что там уже внедрены функции менеджмента, административные функции. То есть кто-то есть модератором уже выступает, потому что вашей личной версии, бесплатной версии для учителя, этой функции нет. Вы можете приглашать коллег, вы можете приглашать помощников, но вы им будете давать роли, свои преподавательские роли. Отдадите, ну, роль, функцию отдадите. Поэтому, чтобы иметь такие функции, уже администрирование, это платные платформы, платные площадки. И Moodle – это такой, ну, такой старец уже, что ли, да, такая боржа, которую развернуть очень трудно, да. И у ВУЗа есть своя цель и задача. То есть ему нужно обеспечить, он обязан обеспечить, поэтому он вынужден, не потому что он хочет, он вынужден просто в некотором случае пользоваться тем, что ему предлагают именно вот эти площадки, потому что они для этого приспособлены. Поэтому, опять же, все под цель и под задачу. Можно найти очень классные, очень, ну, хорошие инструменты, для решения своих именно задач. Поэтому я сегодня и рассказываю о том, как решить свою задачу преподавателю. Не с точки зрения ВУЗа, не с точки зрения школы или колледжа. Хотя не договорила фразу, что в Америке, на Западе очень многие пользуются школы, очень многие школы пользуются именно Google. Ну, я уже сказала, что Google, она в Африке Google. Вот такой, вот такая тема у нас прошла сегодня. Большое спасибо за полезную информацию. Если вопросы, я сейчас посмотрю. Вопросов у меня в вопросах нет. Возможно, они были по... знали о новых возможностях, уважаемые участники. Сейчас, одну секунду, посмотрим, что дальше еще. Еще тогда раз вопросов нет, я иду дальше. Я очень рада, что вам понравилось. Вот. Что хорошо. Когда меня спрашивают там, ну, почему здесь, да, почему, например, почему не пойти, да, дорого, дорого. Ну, во-первых, то, что предлагает Директ Академия, это, конечно, вот... Я прошла очень много курсов, на самом деле. Я не буду даже... Я не знаю... Я не буду это страшно называть, какую сумму я инвестировала во все свои знания и умения, но именно сейчас я начинаю получать дивиденды, и они меня радуют. Я не буду скрывать это. Да, потому что, ну, когда вы чего-то желаете и хотите, это путь, на самом деле это путь, это инвестиция. Поэтому то, что сейчас предлагается в Директ Академии, это не просто недорого. Это вот, ну, на самом деле это мизерная цена. Это, наверное, одна из причин, по которой я, наверное, последний раз веду. Это потому, что это своего рода. Ну, я преподаватель, просто очень хочу, чтобы это могли и умели делать другие. Потому что я понимаю, что такое качество обучения, это очень хорошо знаю. Поэтому я очень хочу, чтобы вы это делали, и вы это делали хорошо, и вы это умеете делать хорошо. Поэтому я на это иду. Большая нагрузка, я знаю, что большая нагрузка у преподавателя. Я тоже работала на потоке. Именно от этого и ушла. Но чтобы прекратить это, нужно действительно что-то сделать. Поэтому большую нагрузку нужно... Ну, во-первых, нужно время разложить, а во-вторых, мы всё равно работаем индивидуально, и мы с этим справляемся. Вдруг не пригодится. Онлайн-навыки пригодятся вам уже сейчас всегда, потому что мир работает с этими навыками, и реку вспять не повернуть. Есть много других площадок, очень много. И ещё больше будет, и будет очень классно, и когда вы умеете работать с одной площадкой, вы без труда справляетесь с другой площадкой. Ну, какие-то возражения, их можно говорить бесконечно. Регистрация на курс по ссылке. Я специально попросила Татьяну, чтобы вам выложили презентацию, чтобы вы могли сразу проходить по ссылкам. Собрать подарок можно сейчас. Я его сейчас вам отдам. Я про него забыла. Копирую ссылку. Так, копирую ссылку. И можно зайти сейчас по этой ссылке. Я только сразу предупреждаю, что по ссылке могут зайти те, у кого есть аккаунт Gmail. Почта Gmail, аккаунт Google. Поэтому попробуйте зайти по ссылке. Я знаю, что технические сложности бывают, и что могут сказать сейчас, ой, там не получается, или ещё что-то. Вы можете зайти по этой ссылке, и когда просто откроете презентацию, потому что сейчас уже у нас время поджимают. Но если вы, например, вошли, и у вас получилось, я буду очень рада, если у кого-то получилось, и кто-то напишет мне «Да-да-да, получилось», чтобы вы смогли войти. Даже если не сейчас, а чуть попозже. И для того, чтобы развеять какие-то ваши сомнения, во-первых, я отдаю гарантию, получилось «Ура!» Сергей Канюков написал, что получилось. Это очень хорошо. Вы можете реально сейчас посмотреть, что это работает, что по одной ссылке вы можете туда пойти. Вы также можете приглашать всех своих учеников, и также можем всем этим пользоваться, одним вообще кликом. Чтобы развеять ваши сомнения, во-первых, я отдаю гарантию, что это действительно качественный материал, я это всё прошла сама. Я сейчас вижу результаты своих учеников, поэтому действительно могу гарантировать это. И если вас что-то не устроит, мне, конечно, директор Академии деньги не вернёт, и я вам их верну, если вы скажете, «Ирина, всё это не работает!» У вас получилось. Я очень рада, что у вас получилось, и у вас может получиться и своя практика, и многое другое из того, что я сегодня представляла. Вы можете записаться на консультацию ко мне, потому что я нахожусь и в Фейсбуке, мой аккаунт в Фейсбуке находится, поэтому здесь можно просто написать, что вы хотите консультации, и вы можете переговорить со мной лично. И я в этом году завела аккаунт Инстаграм, это уже бизнес-аккаунт, то есть я работаю сейчас уже и как предприниматель, поэтому вот год уже веду свою абсолютно практику как методолог, очень успешную практику, поэтому тоже можно зарегистрироваться, тоже можно мне написать в директ, и я с удовольствием с вами переговорю. Я очень рада, вот на этом я завершу, я очень рада, что я смогла вам всё это рассказать, мне очень хочется, чтобы образование стало качественнее, чтобы те курсы, которые мы видим или трансферированы для наших учеников, были вау, как хороши и результативны, потому что к результату можно привести ученика совершенно точно, совершенно точно. Если этот результат запрограммировать, если это путь от А до Б, вы это очень хорошо знаете, продумать до мелочей. В онлайн это можно сделать с помощью как раз технологии. Поэтому спасибо вам большое за внимание, я вам желаю всяческих успехов и поздравляю с наступающим днём учителя. Всё, у меня на этом всё. Я передаю экран Татьяне. Спасибо большое. Пишите, я отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok